Итак, сегодня мы будем изучать следующую мишну. И наша мишна, это 13-я мишна 3-й главы, это слова Раби Акива. Итак, сказал Раби Акива. Схок векалут рож маргелин лерва. Схок насмешки и легкомыслие приводит человеку к разврату. Масорет, это переводится как традиция, переводится как передача знания, скажем так. Ограда закона, ограда торы. Масрот сиягле ошер. Отделение десятин, это то, что охраняет богатство человека. Недарим сиягле пришут. То, что человек берет на себя недар, обет, приучает его к воздержанности. Пришут это больше, чем воздержанность. Это то, что он отдаляется еще больше от греха. И, наконец-то, сиягле хохма – штика. И ограда для мудрости – молчание. Сейчас хорошо бы подержать паузу несколько минут. Тогда это было бы точной оградой для вас и для меня, чтобы мы могли посчитаться мудрецами. Это говорит царь Шлому, что даже глупец, если он молчит, его можно принять за мудреца. И многие думают, ну, хорошо, обманул других. Объясняет это мораль из Праги, что на самом деле он находится в месте мудрости. Вы понимаете? Ну, начнем разбирать то, что учит нас великий учитель еврейского народа Раби Акива, которого мудрецы называли безграничным кладезом мудрости. И многим известно, что сам Раби Акива до 40 лет был амарец, то есть неученым евреем. И описывает Талмуд, что он был пастухом у одного из трех самых богатых людей, которые были в Иерусалиме – Кальба-Саво. Почему называли его Кальба-Саво, про него говорится, что даже если собака, Кальба, входила в его дом голодная, то она выходила сытая. То есть человек, который входил в его дом голодный, как собака, он выходил сытым. Так он настолько был гостеприимным человеком, так он принимал всех. Поэтому у него даже прозвище такое было – Сытая собака – Кальба-Саво. Так вот, была у него одна дочь, и звали ее Рахель. И, несомненно, отец хотел выдать ее за большого еврейского мудреца, молодого, богатого, из хорошей семьи, с хорошим происхождением. И вот что сделала эта дочка, мы бы сказали, современного миллиардера. Она обратила внимание на этого пастуха. Какие недостатки были у этого пастуха? Ему было уже за сорок. Он был вдовец. У него был даже сын. Больше того, он был потомков геров. Ну, как бы ущерб происхождению. А последнее, что он был неучим. Он даже букв не знал. Но описывает Талмуд другой случай. И там не приводится имя того, кто был хозяин и кто был работник. Сказано, что пришел работник и работал на хозяина долго. И вот перед праздниками он попросил расчет у хозяина. И хозяин сказал, у меня нет денег. А хозяин был баснословно богатым человеком. Хорошо, сказал работник. Тогда дай мне в виде зерна. Это тоже можно было зерно продать. Он говорит, у меня нет зерна. За крома его ломятся от зерна. Хорошо. Тогда дай мне скот. Дай мне заплатить мне, ну, я не знаю, баранами, козами, быками. Он говорит, у меня нет. Хорошо, сказал работник. Заплати мне одеялами, подушками. Он говорит, у меня нет. Вздохнул работник и отправился, несонно хлебавший, к себе домой. А жил он в другом месте. Прошло буквально неделя-другая. И вот в дом этого работника приехал этот хозяин с семью, нагруженными всяким добром, ослами. И когда он пришел в дом к работнику, расплатился полностью за то, что он ему был должен за год работы. Устроили они пир. И тогда хозяин спросил, скажи, что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет денег? Я подумал, может, тебе выпал хороший бизнес, и ты вложил все свои наличные деньги в этот бизнес? Хорошо. А что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет зерна? Может быть, ты посвятил свое зерно храму? Хорошо. Но когда я тебе сказал, что у меня нет даже животных, мелких, крупный рогатый скот, что ты подумал? Может быть, ты дал недер, что ты... И на каждую из отговорок, казалось бы, хозяина этот работник находил причину, какая могла вынудить этого хозяина сказать, что у него нет. И когда он завершил все, как он объяснил себе поведение своего хозяина, сказал этот хозяин, а на самом деле это был великий еврейский мудрец, рабелиезер бен Уркинус. И он сказал, я посмотрел, что мой сын Уркинус не хочет учить Тору. И тогда я сказал, я все свое имущество отдаю, посвящу храм. То есть, я возьму на себя недер, если мой сын не начнет учиться, я отдаю все свое имущество храм. И после этого он пришел к еврейским мудрецам, и они нашли, как... Вы знаете, что делается, если человек берет на себя обет. И если какое-то из условий этого обета в начале он не обдумывал, то есть, если с самого начала, если бы он знал, что будут такие результаты, он бы не брал на себя обет, еврейские мудрецы могут его как бы освободить от этого обета. И он пришел к своим друзьям, еврейским мудрецам, которые нашли, как освободить его от этого обета. И как бы все его богатство вернулось в его руки, или, может быть, его сын начал серьезно учить Тору, это мы не знаем. Потому что Талмуд не говорит, кто это. А кто же это был наемный работник? И наемный работник это был тогда Акива. Так его называют. Так вот, то, что увидела Рахель, дочка миллиардера Кальба-Савуа, в этом простом пастухе. И тогда она сказала, скажи, если я соглашусь выйти за тебя замуж, ты пойдешь учить Тору? И он сказал, да. И вот этот сорокалетний пастух женится на дочке миллиардера. И что, какое имущество было у Акива? У него было несколько грошей. Он снял хлев, наполненный соломой. И вот туда, после хупы, которую они сделали тайно от отца невесты, привел Акива свою жену. И сказано, что когда она вынимала соломинки из своих волос, сказал ей Акива, что в будущем я обещаю тебе, что я куплю для тебя золотую корону, которая называется Иерушалаем Шельзав. Иерусалим из золота. Но когда узнал отец Кальба-Савуа, что она, которая отвергла множество молодых, богатых, мудрых женихов, и вышла замуж за пастуха, вдовца, потомка гейеров, неученого, тогда он взял на себя обет, что ни гроша не получит эта бунтующая дочка и, естественно, ее муж. Прошло какое-то время после свадьбы, и тогда Рахель сказала Акива, ты должен выполнить то обещание, которое ты мне дал. И сказано, что пошел рабе Акива к величайшим мудрецам своего поколения, рабе Лезеру бен Уркинусу, о котором я вам рассказывал, и рабе Ушо бен Ханане. И попросил, чтобы его обучали Торе. Я прочитаю вам в одной книге, это раб Изриэль Таубер, он приводит пример, что произошло, когда рабе Акива в возрасте 40 лет отправился в Ешиву для начинающих. Ешива, вы понимаете, до того, как он пришел к великим еврейским мудрецам, наверное, он пошел в Хедер. И так, по-моему, в Медраж одном описывается, что он пришел в Хедер, где учился его сын. Представьте себе, ребенку 5 лет, дети начинают читать хумаш, а он не знает букв. Но рабе Зерель Таубер приводит пример, что он пришел в Ешиву для начинающих. Тот, кто был вчера пастухом, пришел туда в одежде, в которой пас овец, в старой мятой шляпе, с посохом в руке. Стоит и объясняет главе Ешивы, что пришел учить Тору, потому что обещал это настойчивой жене и должен это сделать. Смотрит на него глава Ешивы и думает, наверное, голова у него высохла, как инжир. Даже алфавит не знает, что из него выйдет. И как же удалось рабе Акиве достичь такого успеха и подняться. Можно понять, что рабе Акива пришел в Ешиву не для того, чтобы через несколько месяцев оставить ее, выучив несколько мишною. Он шел с мыслью. «Господь мира, я твоя часть. Ты дал мне чистую душу. Я благословлял тебя сегодня утром за то, что ты не сделал меня не евреем. Значит, мне положено знать всю Тору. И я иду ва-банк. На меньшее я не согласен». Ну, так говорит Равозрель Таубер, а что было на самом деле, это Медраж описывает, когда сидит вот такой, ну, представьте себе, чуть моложе меня дядя, с большой бородой, ну, может быть, без седин, а рядом с ним сидят пятилетние дети. И Рэбе говорит, это буква «Алев», а это буква «Бейс». И он пишет за ними, как они смотрят на него. Это тот, кто, может быть, годится им уже в дедушке, а он здесь «Алев» в «Бейс». И после того, как он пошел в Мишин, думаете, просто ему было? Ну, как это так, учить то, что дети учат в детстве? И сказано, что был такой момент, ну, можно сказать сейчас, критический момент. И пошел он в поле. И где-то так в поле, где-то там камни в Израиле, просто так поле найти нельзя, скалы. И что он увидел? И он увидел, как в одной скале пробито очень глубокое отверстие. Он посмотрел, откуда это. И он увидел, капельки падают, ударяют по этой скале. И как же то, что тысячи людей до него смотрели. И то, что тысячи людей проходили мимо. Обратил внимание рабе Акива. Одна капля, она что-то может сделать с этим камнем, с этой скалой. Ничего. Ну, посмотрите, капля за каплей, днем и ночью. Капают эти капли. И у меня пробивают насквозь огромные камни, огромные скалы. Значит, и одна капля делает свою работу. И тогда он сделал Кальва Хоммер. Из легкого я учу тяжелое. Если, если мягкая капля воды, она может пробить такое глубокое отверстие в каменной глыбе, то неужели мое сердце тверже, чем этот камень? И слова Торы не смогут войти и пробить ее. И сделать мое сердце источником Торы. И это то, что говорит Раф Таубер. Вернулся рабе Акива и начал опять повторять и учить. И говорят про него. То, что он делал. После того, как он возвращался после дня учебы. Он собирал все. Это как тот, кто идет и собирает, знаете, вот попалась ему бутылка, он кладет. Вот попалась ему яблоко, огрызок яблока, бедный, он кладет. И так далее. А потом он разбирает это все. И тогда это то, что вопрос, который задавал себе рабе Акива. Первая буква Торы Б решит. Бет. Почему же Тора начинается с буквы Бет? Бет – это Бен, сын. Это Байт, дом. Это Брия, это творение. Бет – это два. Почему именно с этой буквы начинается Тора? Ведь Творец, он – Алюфошелула, верховная сила мира. Он ведь Али. Так почему здесь начинается с Бет? Почему буква Бет, она так нарисована, что она закрыта с трех сторон, а с одной открыта? Что это значит? И тогда он начинает разматывать этот клубок. С трех сторон она закрыта, чтобы сказать человеку. Все то, что было до сотворения мира, ты не можешь знать. Но после сотворения мира – это твоя обязанность исследовать и постигать. Бет – это два. И это то, что объясняет Раши. Ради двух начал сотворил Творец весь мир. Тора называется началом. И еврейский народ называется началом посевов Творца. Так ради того, чтобы еврейский народ постигал Тору, сотворен мир. Байт – дом. Бен – сын. Бни, бехури, Исраэль. Мой сын, первенец – Израиль. Так вот в чем назначение еврейского народа? Реализовывает Тору. А почему же не с буквы «алев»? Потому что вначале сотворил Творец небо и землю. И если придут народы мира и скажут – вы грабители, вы забрали у нас эту землю. Скажите им, кому принадлежит земля? Тот, кто ее сотворил. У кого он хочет, он ее забирает. Кому он хочет, он ее дает. Поэтому он взял у вас и дал нам. Для чего? И так рабе Акива изучал Тору. И до того, как мы будем изучать сами слова, которые сказал рабе Акива, прошло 12 лет, описывает Талмуд. И вернулся рабе Акива, подошел к дому, в котором жила его жена и дети. А что же делала его жена, Рахель, все эти годы? Отец ей не помогал ничем. Чем же она кормила детей? Ведь ее муж ушел, чтобы учить Тору по ее просьбе. Она мыла полы в чужих домах. Она стирала белье для других людей. Она мыла посуду для других. Убирала, готовила. Эта дочка – миллиардер. Ради чего? Ради Тор. И вот описывает Талмуд, что в доме, где она жила, пришел Агу-Саба. Некоторый старик. Какой это старик? Обычно, когда Талмуд использует это выражение Агу-Саба, это значит, что это пророк Лияу в виде старца открылся. И вот говорит этот старик. Бедная ты, Рахель, из такого богатого дома, от такого богатого отца. И чем ты должна заниматься? Мыть чужие полы, стирать чужие пеленки, мыть чужую посуду. И ради чего? В конце концов, ты сидишь и живешь, как вдова, где твой муж. И вот, что ответила праведная Рахель, жена раби Акива. Если бы мой муж Акива услышал меня, я бы сказала ему, чтобы он еще двенадцать лет учил Тору. Услышал это раби Акива, который уже через двенадцать лет пришел в город с двенадцатью тысячами своих учеников. Так он изучал Тору, так он постигал мудрость, что у него у самого уже через двенадцать лет было такое количество учеников. И не вошел в свой дом раби Акива, а вернулся в Бет-Мидраж. Как это можно понять? И еще двенадцать лет он изучал Тору. И через двадцать четыре года он вернулся в город свой. И с ним шли двадцать четыре тысячи его учеников. И вот Толмуд описывает, пришла соседка к Рахеле, говорит, Рахель, ты слышала, учитель всего еврейского народа, раби Акива вернулся в город. Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе дала свое субботнее платье, чтобы в нем ты пошла встречать своего великого мужа? Нет, ответил Рахель, у меня есть одно платье. В этом платье я мою чужие полы, я стираю пеленки, я мою чужую посуду. В этом платье я пойду встретить своего праведного мужа. И когда она приблизилась к толпе, которая окружала раби Акива, один из учеников сказал, эй, женщина, отодвинься, здесь наш учитель, великий раби Акива. услышал это раби Акива. И он сказал своему ученику, тара, которую учил я, и тара, которой обучал я тебя, принадлежат этой женщине. И здесь прямо у нас голливудская история, хэппи-энд, услышал Кальба-саво, что в город пришел великий мудрец раби Акива. И он попросился, чтобы встретиться с ним и обсудить один вопрос. И, естественно, он не узнал, прошло 24 года, он не узнал того пастуха, неуча, за которого тайно, нарушая его указ, вышла замуж его дочь Караха. И вот он обратился к еврейскому мудрецу, великому мудрецу, 24 тысячи учеников, и спросил у него, что мне делать? Моя дочка, бунтующая дочка, вышла замуж за неуча, пастуха, потомка геров, главное, что который даже букв святого еврейского алфавита не знал. И я дал обет, что ни гроша не получит она из моего огромного богатства. И 24 года она мучается, делает всю черную работу. Это же ужас. Я смотрю на мучения своей дочки, я не могу ей помочь, потому что взял я на себя обед. И ответил ему еврейский мудрец. А если бы твой зять, он умел бы читать, знал бы алфавит, знал бы хотя бы какие-то самые важные законы, ты бы взял на себя такой обед? Если бы хотя бы он был, хотя бы какое-то время посвящал Торе, если бы он хотя бы ну хоть чуть-чуть имел о ней представление, я бы не брал такой обед? И тогда встал рабе Акива и сказал уважаемый Кальбасово, я и есть твой зять, тот пастух, который женился на твоей дочери. Услышав это, Кальбасово поцеловал его и сказал, что половину своего богатства он отдает семье такой мудрой дочери Рахери, которая увидела в этом простом пастухе, неуче, вдовце, она увидела такое сердце, с которого стало источником мудрости для всего еврейского народа. И тогда пошел рабе Акива и купил своей жене золотой обруч Ирушалай Шельза, золотой Иерусалим. И когда жена Наси, Робана Габриэля, сказала, посмотри, как уважает свою жену рабе Акива, он купил ей такой обруч, такое украшение, корону, сказал ей Робан Габриэль, Рахель, она 24 года, занималась всеми грязными черными работами, только чтобы дать возможность своему мужу, великому учителю еврейского народа приобрести мудрость. Ей полагается эта корона. Тара его, которую учил он и которую он обучал всех своих учеников, по праву принадлежит ей. Благодаря Рахель, дочери Кальба Саво, еврейский народ получил учителя всего еврейского народа до сегодняшнего дня, великого рабе Акива. Потому что написано так, стаммешна это раби мейр. Просто мишна, где не указано, кто говорит, это раби мейр. Ве алиба до раби Акива. И по мнению раби Акива. И тогда мы понимаем, то, что мы знаем, от Песоха до Ацерет, от праздника Песоха до момента дарования Торы, мы отсчитываем омер. Почему? Потому что в этот период умерли 24 тысячи учеников раби Акива. Представьте себе жизнь раби Акива. Умирают его ученики в короткий период. Те, которым он посвятил свою жизнь. Он идет и он видит, что вот этот человек, Бар Кохба, восходящая звезда, который через 52 года после разрушения храма собирает вокруг себя евреев, выгоняет римлян, даже отпечатал особенную монету свою, два с половиной года царь. Раби Акива несет за ним его оружие. Это Машех, говорит раби Акива и все мудрецы его поколения. И вот страшный крах. Убит Бар Кохба, разрушен Бейтар, потоки крови, которые текли там, доходили до щит, щикотала, щитала, а может быть даже до колен коней римлян. Страшная катастрофа. И вот раби Акива после этого, написано в Талмуде, отправляется на юг и берет пять новых учеников. И благодаря этим ученикам сохранилась тара в еврейском народе. Один из них раби Мейр, другой раби Шимон, бар Юхай, раби Иуда и раби Йоси. Сохранилась тара благодаря тому, что раби Акива продолжает ее передавать. Несмотря на все события, которые происходили в его жизни. Сказано про него до сорока лет он был неучим. В сорок лет он начал учить Тору. В сорок лет он преподавал Тору. И в сто двадцать лет его страшной мучительной смерти предали римляне. Это было накануне Йом-Кипура. Это было в Кейсарии. Железными гребнями соскребали его тело. И в этот момент раби Акива произносил Шима Исраэль Ашем Анукейну Ашем Ихат. И с этими словами отлетела его душа. И так описывает Алмуд. Раздался голос с неба. Счастлив ты раби Акива что со словом Эхат един отлетела твоя душа. Но то что сказал раби Акива мы уже об этом поговорим в следующий раз. с неба. Три лоба